Девушки отдыхают Ни в какой-нибудь особенной хижине Мой рассказ немного невероятен Хотя какой там немного Но знаете, на свете всякое бывает Филипс Мак родился на Среднем Западе Сельский мальчик, наполовину ирландец Которого ждал суровый труд и мозоли Нет! Смотри в глаза! В глаза смотри! Мне больно! Слышь! Филипс был старостой в церкви Чего уставился? И пьяница Не трогай его! Особенно, когда дожди шли не вовремя Ну да Да и в остальное время Мак! У меня яблочный пирог, только из духовки Иди угощу Нет, спасибо Возражений не принимаю Вот, держи Спасибо Посмотри на меня Хорошие отцы не обращаются так с детьми Это не любовь Понимаешь? И что мне делать? Обратись к Богу Он всегда слушает Споем вместе И кто ощутит в себе зов Идите к алтарю После этих слов воскресенье Он понял, что не мог больше молчать Прости меня Все хорошо Скажи Богу, в чем ты раскаиваешься? Я бессилен перед ним Когда он Выпьет То бьет маму Я хочу ее защитить Но не могу Опять мне тебя воспитывать? За что ты меня позоришь перед людьми? Говори Говори Будьте послушны родителям Ибо это угодно Господу Громче Колоси нам Три двадцать Будьте послушны родителям Ибо это угодно Господу Порка продолжалась всю ночь Что было потом Маг рассказывать не любит Надеюсь, когда-нибудь вы меня простите Скажем так Боль способна перекрутить нас внутри И сделать нас способными На страшное Стряхнин Стряхнин Как можно быть взрослым В тринадцать лет Наши тайны Умеют продираться наружу Все хорошо Мак и Нэй женаты уже восемнадцать Почти счастливых лет Она опора Для всей семьи Так У нас есть еще три минуты Чтобы не опоздать Дети Мисси, постой секунду Джош Так Джош Ладно, сойдет Джош Уже готов? Да, а что? Ну Нэн, с Джошем что-то стряслось Он причёсан и хорошо пахнет Хочешь понравиться Элли Кэрюр? Неправда Правда Что за Элли? Мне все равно Раз от нее такая польза То я только за Если Бог всегда с нами Какая разница Успеем ли мы в церковь? Резонно Да Мне есть разница Значит, Богу тоже Все, пойдем Не прошла твоя хитрость Доброе утро Привет Привет Макс, смотрел вчера мач? Как будто мне дают пульт Однажды он к тебе вернется Мне уже даже нравится ее передача Я встретил Мака в церкви Десять лет назад Тогда он не знал Бога так, как Нэн Он был от него далек А Нэн глубоко верила Она называла Бога Папа И говорила с Ним по-дружески С чем маг никак не мог согласиться Впрочем, их семью вполне можно было назвать хорошей Но все изменилось в один миг Когда заявилась великая скорбь Хижина Да куда ты в такую погоду поедешь? Нет, никогда такого не видел Не бойся, не пропаду Разогрею рис Устал малость Ничего Хотел проезд до темноты расчистить Позвони утром Да, и я тебя Тридцать лет такой метели не припомню Хорошо, хоть Нэн с детьми не в дороге Тебе там не помочь? Возьму лопату Управимся мигом Не надо Осталось недолго Спасибо за бензин Может зайдешь на ужин? Маги куриный пирог испекла Нэн оставила поесть в холодильнике Как-нибудь потом Ладно Спасибо Не за что Маккенди Маккенди Давно не виделись Я соскучился Если хочешь встретиться На выходных буду в хижине Папа Навィ Actually учится Маккенди Папа Ни на ноги Маккенди Эй, папа! Папа, ловись! Места мало. Мак, положи, только не забудь, куда. Аптечка? А пчёл речной ел поможет. Да, Джош? Да. А ты точно не вырвешься с семинара? Брось, вы и без меня развлечётесь. Я верю, что ваш отец побудет хорошей матерью. Да ну. Так. Так, так, так. Так, юная леди, что это у тебя? Коллекция насекомых. Кого? Ты что, жуков покуешь? Нет, папа. Нет? Здесь ковровые жучки Дикси и Дона, палочник Ванда и ещё гусеница Карл. Гусеница Карл? Отлично. Можно их взять? Пожалуйста. Как же бросить гусеницу Карла? Ну, конечно. Нет. Прости, я старался. Ловите уходящее лето? Ох, одиноко без вас будет. Я привезу тебе лососи. Смотри, не купи в магазине, я ведь догадаюсь. Вилли, можно на минутку? Да. Держи. Нам ведь... Нам пора. Так, потерпи немного. Дети. Ну ладно, давайте. Давайте. Улыбочку. Ладно. Красавцы. Да, всё, пора ехать. Пока. Водопад Малтнома. Дети, смотрите. Вон туда. Помните? Водопад, папа, останови. Посмотрим водопад. Слушай. Нет, тогда не успеем в лагерь до темноты. А ты рассказывал миссии про индейскую принцессу. Какую принцессу? Ну давай, папа. Надо ей рассказать. Надо вернуться. Пожалуйста. Нет, нельзя тормозить на каждом. Пожалуйста. Нет, значит нет. Вон туда. Вот так, вот так. Стойте там. Давным-давно жила индейская принцесса. Какая она была? Очень красивая. А волосы какие? Как у тебя? Ты дашь рассказать? Так вот. Эта принцесса была единственной дочерью старейшего вождя. У него было большое племя. И однажды летом их поразила страшная болезнь. Она подкосила даже лучших воинов. Люди были при смерти. И все вожди собрались и стали думать. И отец принцессы поведал пророчество, что болезнь уйдет только если дочь вождя отдаст жизнь за остальных. Долго все спорили, но не решились на такую жертву. А когда о пророчестве услышала принцесса, то даже не раздумывала, настолько она любила свой нобыч. И вот утром она забралась на ту скалу и, не моргнув глазом, прыгнула. На следующее утро племя исцелилось от болезни. К больным вернулись силы, все ликовали. Но вождь уже знал, что его дочь пропала. И все понял. Сердце его разрывалось. Слезы катились по щекам. Он сказал, что жертвы его дочери должны помнить всегда. И великого духа так тронули его слезы, что он внял его мольбам. И пошла вода вот оттуда. Так появился водопад Молт-Нома. Ну что, едем? Я спереди. Так, потерпи немного. Бучишься у мамы, да? Озеро Уолова, Парк Штата Осторожнее у воды! Хорошо, папа! Привет! Давайте я помогу. Так. Ну вот. Я Мак. Эмил. Моя жена Вики. Это ваши дети? Наши. Вижу, они ладят. Да, и нам стоит, а то неловко как-то. Слушай, мы остановились чуть выше, поможешь нам позже с костром? Не вопрос. Отлично. До скорого. Хорошая у вас семья. Спасибо. У тебя тоже. Нам пора молиться, папе. Сейчас приду. Папе? А, это... Моя жена так зовёт Бога. Мне нравится. По мне как-то фамильярно, но... Папа! Дети так любят. Я сейчас. Знаешь, что мне говорила мама? Когда в небе мерцает звезда, в раю слышат чью-то молитву. Ух ты! Вот это папа занят. Да. Почему ей пришлось умереть? Кому? Индийской принцессе. Не то, чтобы ей пришлось. Скорее, она так решила. Чтобы спасти свой народ. Это правда было? Ну, возможно. Иногда легенды бывают правдивы. А смерть Иисуса – это не легенда. Раз это в Библии, значит, правда. А Великий Дух на самом деле папа? Ну, Он ведь Дух. И Он великий. Верно? Тогда почему Он такой злой? С чего ты взяла? Он заставил принцессу прыгнуть со скалы, а Иисуса умереть на кресте. Разве добрые так делают? Знаешь что, когда будем дома, мама тебе разъяснит. Папа, а мне придется прыгать со скалы? Нет. Нет, зайка. Тебе не придется прыгать, никогда. А если Бог попросит? Нет. Он тебя об этом не попросит. Хорошо. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи. Хорошие у нее вопросы. Да, это точно. Она особенная. Как и ты. Спасибо. Я тебя люблю. И я тебя. Засыпай. Мисси, нам пора собираться. Принцессе нарисовать красные туфли или синие? Давайте на берег. Красные или синие? А что на ней еще? Красное платье, как у меня. Тогда красное. Красиво получилось. Папа! Смотри! Сядь! Папа! Джош! Джош! Папа! Джош! Папа! Он застрял! Джош! Джош! Папа! Джош! Он застрял! Папа! Где Джош? Я здесь. Ты как? Я не достаю. Может, помочь? Вроде достал. Давай, папа! Держись. Скорей! Бери справа. Держись. Очнись, Джош. Джош! Дыши. Дышись. Дыши, сынок. Ну же, дыши. Дыши. Дыши, сынок. Ну же. Джош! Вот так. Вот молодец. Порядок. Мисси! Выходи, милая. Все обошлось. Амил, Мисси не видел? Нет. Глянешь у себя. Да, наверное, она с моими. Ты как? Где она, папа? Она где-то рядом. Сейчас найдем. Ладно? Здесь нет. И моих тоже нет. Проверьте кабинки и душ, а я вон те. Ладно. Мисси! Эмили! Простите, вы не видели девочку? Я никого не видела. Мисси! Вики! Я их нашел. Где Мисси? Не знаю. Они ее не видели. Мисси! Мисси! О, Боже. Мисси! Боже, пожалуйста. Вспомните, как были расставлены вещи. Что-нибудь изменилось? Она была здесь, так? Да. Что это? Божья коровка. Булавка. Это не ее? Нет. Точно нет. Сдается мне тут одно из двух. Или в озеро. Или в горах. Да. Тогда я проверю этот участок. Да, обязательно. Нам всем нужно разделиться. Можете объяснить, о чем речь? Ну что ж. Жаль вас огорчать, мистер Филлипс. Есть один тип. ФБР его ищет уже несколько лет. Да, считает, он посетил, по крайней мере, уже пять девочек. Думаете, он забрал Мисси? Утверждать не можем. Возможно, замечен подозреваемый. Фурбольный угол поста на имнахе. ФБР разбивает лагерь в Джозефе. Скажи, что через час приедем. Мистер Филлипс. Идите за детьми. Разыскивается Мисси Филлипс. Мистер Филлипс, никому из нас сейчас не безразлично. Судьба Мисси. Мы делаем все возможное, чтобы ее вернуть. Мисси Филлипс. Мисси Филлипс. Мисси Филлипс. Мисси Филлипс. Все хорошо, я здесь. Прости. Я здесь. Прости. Привет. Я только на секунду глаза отвел. Лодка перевернулась? Да, да. Все. Тише. Мак. Милый, ты не виноват. Мистер Филлипс. Сэр. В горах нашли тот самый фургон. Хорошо. Вертолет ждет. Мак. Ну что? Ты как? Нормально. Хорошо. Нам пора. Хорошо. Иду. Хорошо. 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 Спасибо. Спасибо. А-а-а! Мак, а мы как раз собрались ужинать. Так, это как понимать. Что? Садистская шуточка. Ты, по-твоему, это я? Пишет про хижину. Подпись «Папа». Кому ещё знать? Марк, я на такое не способен. Откуда это? В почтовом ящике нашёл. Кто-то положил. Кто мог так низко пасть? Позвоните в полицию. В полицию. И что я скажу? В ящике письмо, следов на снегу нет. Возможно, подписано Богом. Нет следов. Проехали. Мак! Мак! Мяч уходит. И надо же, красиво поймал! Поразительную игру показывает парень в этом сезоне. Это юный Стивенсон. В лиге недавно, но уже отлично себя зарекомендовал. Да ещё после травмы колена. Мак! Привет! Вот и мы! Привет, папа! Привет, чемпион! Что с тобой? Да так. Поскользнулся вчера на льду. Дай гляну. Ерунда. Небольшая шишка. Что это? Так, по работе. А где Кейт? Сейчас зайдёт. Я звонила тебе утром. Правда? Крепко же я спал. Папа! Пап! Можно я пойду к Элли? Какая погода, видал? Тут идти всего две улицы. В другой раз. Кейт, погоди! Стой! Что? Поздороваться хотел? Привет. Можно идти? Да. Как она? Не оживилась? Не знаю. Как всегда. Выглядывай ты свои раковины и тут же прячется. Думаю, на выходных повезу её к брату. Он знает стоящего психолога. И, может быть, ты тоже поедешь? Только меня ей там не хватало. Нет уж. Лучше поезжайте втроём. Переоденусь и... И смотаюсь в город. Мак! Да? Помни, мы любим друг друга. Значит, вы не знаете? Марки нет. Нет. Без марок не доставляем. Хотите, я принесу вашу почту? Нет. ЗАЧЕМ ТЕБЕ НУЖЕН ДЖУП? Мак, Мак, ну же, столько лет дружим, выкладывай. Все из-за того письма? Неужели я задумал туда вернуться? Ну, Анэн, ты вообще рассказывал? Нет, не хочу ее огорчать. Она и так еле держится. Молиться не пробовал? Слушай, мне джип нужен. Ну, ты согласен, что затея плохая? А вдруг это правда тот тип? И он хочет тебя выманить неизвестно зачем? Может, это и не он. Уже думаешь о втором варианте? Каком? Что это, Бог? Ты сам сказал, что следов не было. Может, их занесло за несколько дней, я и не заметил. Это, конечно, безумие, но надо что-то делать. А больше нечего. Ладно. Только я с тобой. Хорошо. Надеюсь, ей полегчает. Сынок, вот, возьми. Да. Спасибо. Напишешь, как приедешь? Слушай, я знаю, тебя что-то терзает. Если ты не можешь об этом говорить, пускай. Просто мы уже столько потеряли. Я не хочу и тебя потерять. Хорошо? Палатка, сумки, еда, бензиновая лампа, снегоступы. Мало ли что. А удочка? Мы вроде не рыбачить едем. А что мы тогда будем делать, когда поймем, что я рехнулся? Ладно, сейчас захвачу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Неужели задумал туда вернуться? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 КЛАК 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 Где же ты? Я здесь! Выходи. Даже похоронить её не дал по-человечески. Петрус. За что? Боже! 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 Простите. Простите меня. Простите. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочешь погреться? Я камин затопил... Идё, Мак... Кое-кто будет тебе рад... Продолжение следует... 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 Маккензи Айлин Филлипс... Продолжение следует... Продолжение следует... Подашь куртку... И револьвер... Мы ведь не хотим никому навредить... Продолжение следует... 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 Сына? Ну да. А я сараю. Сырая? Сараю. Это значит дуновение. Ясно. Так, кто из вас? Я. И ты не представляешь, как я тебя люблю. Ничего, дитя. Дай себе волю. Все собирают то, что для них ценно. Я собираю слезы. Ясно. Рад с вами встретиться. Сейчас вернусь. Редактор субтитров А. Сумъя. Лучше бы не просыпаться. Фейгора что уронил? Это ты написал? Мы очень рады, что ты пришёл в гости. Бред какой-то. Что я здесь делаю? Что я должен делать? Ты ничего здесь не должен. Можешь делать всё, что угодно. Ловить рыбу. Гулять по лесу. Помочь сараю в саду. Побеседовать с папой в кухне. Тебе решать. Знаю, ты ошеломлён. Но ничего страшного, Мак. Если что, я в мастерской доделаю одну задумку. Хорошо. Помнишь этот запах? Мак. 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 В духе твоей мамы. Ты не догадываешься, как она тебя любит. Мак. Я умер. Ты похож на труп? Ты знал, что я приду, да? Ну, конечно. А я мог не прийти? Мне пленники ни к чему. Ты можешь уйти хоть сейчас. Зачем возвращать меня сюда? Затем. Ведь ты здесь увяз. На тебе платье. И что? Я всегда представлял тебя с бородой. Я не Санта-Клаус. Знаю, что ты пережил, вряд ли стоило являться в образе отца. А вот, займись-ка делом. Надавить. Вот так. Подогнуть. Развернуть. Дело не хитрое. Я знаю, какая теперь между нами пропасть, Мак. Можешь не верить, но ты мне особенно дорог. Я хочу исцелить ту рану, что зияет в тебе и между нами. Нет простого средства унять боль вот так сразу, раз и навсегда. Жить, значит, постоянно ждать и много соприкасаться с людьми. Ты же всемогущий Бог. Всеведущий. Вездесущий. Ты повсюду. У тебя безграничная сила. И все же, ты не уберег мою малышку. Когда ты так был ей нужен, ты ее покинул. Я никого не покидаю. Если ты в самом деле Бог, где ты был, когда был нужен? Сын, когда ты видишь только свою боль, то не замечаешь меня. Не говори загадками. Как ты можешь обещать мне помощь, когда не помог ей? Из-за тебя ее нет. Пока ты ее не вернешь, не видать мне свободы. Истина освобождает всех, Маккензи. И у нее есть имя. Тот, кто сейчас в сарае, весь в опилках. Истина. Знаю я эту историю. Его ты тоже покинул. Видно, у тебя дурная привычка бросать тех, кого ты вроде как любишь. Ты слишком плохо обо мне думаешь. Он сам так сказал. Боже мой, для чего ты меня оставил? Нет, Макк. Ты не понимаешь таинства. Не надо думать, будто выбор моего сына не стоил дорого нам обоим. Любовь всегда оставляет след. Мы были там вместе. Я всегда с ним, всегда с тобой и всегда с Мисси. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Правда прелестный. Он рожден летать. Ну, а ты рожден, чтобы тебя любили. Жить без любви – это как отрезать птицы крылья. Вот что с нами делает боль. Если её не унять, можно и забыть, для чего ты создан. Не такое участие я желаю тебе. Для того ты и здесь, Маккензи. Будем учиться летать. Ужин почти готов. Так у Джоши есть девушка. В смысле, Али? Мне она нравится. Мне тоже. Особенно мне дорог её звонкий смех. Милая. Да. Ему до сих пор не верится, что это не сон. Разве? Как там Кейт? Мы… Мы близко общались, но… Боже мой. Извини, я не хотел… Просто… Да ничего. Готовила не я. ПОТОРА Но вкусно. ПОТОРА Я так вкусно никогда не ел. В жизни. Даже во сне. Спасибо Можно вас спросить? Я вам рассказывал про Джоша, про Кейт, про Нэн Но кто-кто, а вы Вы ведь уже заранее знаете всё, что я скажу, так? Да, но Мы предпочитаем слушать тебя внимательно Как и в первый раз Мы любим смотреть на твоих детей твоими глазами Я мою, ты вытираешь Я здесь управлюсь Ты лучше покажи Маку своё творчество Хочешь взглянуть? Хочу Вот, смотри Бесподобно Я так понял, вы все связаны Но с тобой мне гораздо спокойнее Может, потому что я человек? Но ты ведь и Бог тоже Я лучший проводник для людей к папе и сараю Видеть меня, значит, видеть их Вы такие разные Элузию я представлял совсем по-другому А сараю... Боже Сараю — это творчество Движение Дыхание жизни Она мой дух Любовь не может существовать в одиночестве, Мак Вот чего мы хотим от тебя Пусть даже ты не видишь Наша любовь и предназначение в тебе Вся эта красота меркнет В наших глазах по сравнению с тобой Когда я последний раз смотрел на звёзды Она лежала рядом Я знаю Библия Доброй ночи 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 Папа! Папа! Доброе утро! Любишь Нила Янга? Мне он особенно дорог. Как спалось? Нормально. Знаешь, сны – это важно. Видите его? Как открыть окно? Проветрить немного. Тебе бывает кто-то не особенно дурак? Нет. Не припомню ни одного. Видно, натура у меня такая. И никто тебя не сердит? Сердит. Как и любых родителей. И тогда ты насылаешь кары, да? Кого? Кары. Мы точно про меня? Да ладно. Все знают, что ты наказываешь людей за непослушание. Нет. Мне не нужно наказывать. Грех – сам по себе наказание. Так нетрудно тебе признать. Я стараюсь обернуть к лучшему любое событие. Даже если тебе так не кажется. В этом и есть я. Да неужели? В мире столько боли и страданий, когда маленькую девочку убивает больной урод. Что здесь к лучшему? Пускай не ты насылаешь это все, но уж точно не вмешиваешься. Маккензи, ты пытаешься осмыслить свой мир, видя лишь кусочек целой картины. Ты будто смотришь через свищ своей боли. Главное заблуждение в твоей жизни – то, что ты не веришь в мою доброту. Я – добро. Знай ты меня и всю мою любовь к тебе. Пусть даже ты бы чего-то не понял, но знал бы, что я стремлюсь наполнить твою жизнь добром. И тогда ты верил бы мне. Верить тебе? С какой стати? Мою дочь убили. И говори, что хочешь. Тебе не оправдать того, что с ней стало. Ищешь где выход? Твоя машина дальше, прямо вон там. За теми деревьями. Ключи только забери. Спасибо. Скажу напоследок, что мы ничего не оправдываем. Мы бы залечили рану, но ты не даёшь. Пока ты не ушёл, может, хотя бы поможешь мне в саду перед завтрашним праздником. Каким праздником? Хочешь узнать? Оставайся. Ух ты. Какое буйство. У тебя в мыслях другое слово. Хорошо, бедлам. Так и есть. И он прекрасен. Завтра я хочу посадить здесь кое-что необычное. Надо прополоть землю. И вырвать сорняки. Не то они навредят новому растению. Вырыть эту красоту? Угу. Можешь начать оттуда. Ладно. Осторожно. Оно смертельно. Тогда зачем она здесь? По-твоему, яд это плохо? Ну да. Сок сам по себе тебя убьёт, но смешай его с нектаром из этого цветка, и он получит невероятные лечебные свойства. Можно спросить? Насколько уверенно ты берёшься отличать добро от зла? Обычно всё очень просто. Ты обычно добром называешь что? То, что помогает мне. Или тем, кого я люблю. А злом? То, что вредит. Делает больно близким людям. То есть, выходит, что ты судья? Пожалуй, да. А ты ошибался? Или, может, передумывал потом? Бывало. А ведь людей миллиарды. И каждый решает, что для него добро, а что зло. И когда твоё добро сосед считает злом, возникают распри, начинаются войны, потому что каждому хочется играть в Бога. Разве вам с этим справиться? Совсем одним? Мы задумывали совсем другое. Большой круг друзей. Ну, как тебе? Всё равно, Бедлам. Так и есть, маг. Буйный, чудесный, вечно обновляется. Этот, Бедлам, ты. Этот, Бедлам, ты. Аккорий. 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 Ключев. Аккорий. решил остаться. Подумываю. Что, умеет сарай убеждать, да? Мне бы ума побольше, чтобы понимать её. Что ж, если хочешь погулять, на той стороне озера есть нечто интересное. Я только кое-что закончу и встречу тебя там. Хочешь, плыви туда на лодке. Там моя удочка, можешь испытать удачу. Субтитры сделал DimaTorzok Папа! 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 Нет, нет. Мак, Мак, не бойся. Зачем ты это делаешь? Это не я. Ты же меня сюда позвал. Мак, это все внутри тебя Ты сам себя топишь, тебя не заставляют Нет, нет Глубоко вдохни и слушай мой голос Не смотри туда, смотри на меня Не думай о прошлом Не думай о боли Смотри на меня Все будет хорошо Смотри на меня Против тебя все это бессильно Только не отворачивайся Дыши Молодец, Мак Я никуда не денусь Ну, пора выбираться из лодки Что? Вылезай Это... это не смешно Я не шучу Ты сможешь Не смогу Один бы не смог Я утонул Нет, Мак Ты представляешь, будущее без меня Его не существует Я ведь обещал всегда быть с тобой Вот он я Давай Ну ладно Вот так Сама сойти Теперь что? Теперь иди Хорошо Молодец Ну, как ты? Все еще в шоке Похоже, мы не одни Смотри Вот видишь Какой красавец В нем полметра будет Уже месяц его ловлю Что же ты не прикажешь ему пойматься? Так неинтересно Знаешь Ты не очень-то похож на то, чему учит религия Религия Она отягощает трудом Я не хочу рабов Я хочу друзей Семью, чтобы жить вместе А как же послушание труд Чтобы быть Прилежным христианином? Сам подумай, Мак Меня вряд ли можно назвать Христианином Согласен? Да, уж точно Мне все равно, как их назвать Лишь бы они узнали папу и изменились Ощутили, что значит быть любимым Видимо, я этого не ощутил Обувайся, я покажу тебе путь Иди, пока не кончится тропа А потом Иди дальше А ты не пойдешь? Этот путь ты должен пройти один А сам говорил, что не бросишь меня Я не брошу Поверь Помни, чему ты научился Я буду ждать здесь Субтитры сделал DimaTorzok Иди дальше Привет Есть тут кто? Простите, я... Кто вы? Я мудрость Ты понимаешь, зачем ты здесь? Не очень Но уже начинаю привыкать Сегодня серьезный день С серьезными последствиями Ты здесь для суда Для суда? Так я же не умер Нет Так о чем речь? Ты не веришь, что Бог добрый? Мисси его дети? Конечно Тогда нет По-моему, Бог не очень-то любит своих детей Раз ты так считаешь Иди Садись Судить меня и оттуда можно Тебе? Тебе? Тебе есть в чем сознаться? А то вы не знаете Знаю Но подсудимый не ты Сегодня ты судья Что? Что тебя удивляет? Всю свою жизнь ты судил почти все и вся Чужие поступки и мотивы Как будто прекрасно их знал Ты сразу выносишь суждения по цвету кожи По одежде По жестам Без сомнения Ты первоклассный эксперт, Маккензи Садись Ну, хорошо И кого же мне судить? Должны же быть виноваты во всей боли и страданиях на свете Верно? Ну, да Может, эгоисты? Жадные? Мучители? Убийцы? Наркоторговцы? Террористы? Виновны? Да А мужья, которые избивают Джон? Оставь меня! А ну, повтори! Или отцы, которые бьют сыновей, чтобы заглушить свою боль? Давайте Не будем Осудить его? Да Только вякни мне еще А этого мальчика? Что он сделал? Осудишь его? Но он ребенок А ты уже осудил Этот мальчик твой отец Больше не буду Что ж А тот, кто охотится на маленьких девочек Папа! 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 Ну все, хватит Он виновен? Я бы швырнул его в ад А его отца Того, кто превратил его В безумное чудовище И его туда же И где ты остановишься? Если искать корень зла Мы дойдем до Адама Но Бог Может и он виноват? Он сотворил такой мир Тем более Он знал, что выйдет Мне сказать? Безусловно Бог в ответе за все Ну Раз тебе так легко судить Бога Выбери, кто из твоих детей Проведет вечность в раю Другой Отправится в ад Я Я не могу Что не можешь? По-твоему, то же самое делает Бог Так давай Ну Кто пойдет в ад? Может быть, Кейт? Она сказала что-то обидное Игнорирует тебя Может, она тебя и не любит больше Или Можно выбрать Джоша Он тебя не слушается Сбегает к подружке Обманывает А ты и не знал? Маккенди Выбирай Я больше не хочу Я так не могу Как не можешь? Я не могу Не буду Ты должен Это не игра Тебе придется Знаешь что? Так нельзя Ты должен Так нельзя Я не могу Возьми меня Я пойду вместо них Займу их место Возьми меня Я пойду вместо них Оставь моих детей И возьми меня Маккенди Ты счел своих детей Достойными любви Даже если надо Пожертвовать собой То же самое Чувствует папа Я все же не пойму Как Бог может любить Мисси И подвергать ее Такому ужасу Невинное дитя Увы Он хотел так наказать меня? Несправедливо Она этого не заслужила Моя жена И дети тоже не заслужили Я возможно Я ведь Вот каков твой Бог, Маккенди Не мудрено, что ты Утопаешь в горе Бог вовсе не такой Не он Это совершил Он не вмешался Он часто не вмешивается Даже если ему больно То, что стало с Мисси Это происки зла Никто на Земле От него не застрахован Ты хочешь гарантию Безоблачной жизни? Да Да Ее нет Пока во Вселенной Есть другая воля Свободная не слушать Бога Зло может найти лазейку Так неужели нельзя по-другому? Можно Но тогда Нужно доверять Я больше не хочу судить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она тебя не слышит И не видит? Нет Но знает, что ты здесь Ей хорошо Лучше не бывает Мисси! Она меня прощает! За что? Что не уберег, не успел вовремя. Мисси так и не думает. Нэн и папа тоже. Выбрось эту мысль. Мисси. 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 Ну как? Ужасно. И чудесно. Я очень горжусь тобой, друг. Спасибо, что показал мне её. Это не я придумал. Вместе всегда получается лучше, правда? У Бога есть время расслабиться. Родной, ты не представляешь, как я сейчас тружусь. Папа. Да, Маккензи. Я погорячился тогда. Прости. Я же не знал. Ничего. Теперь это в прошлом, там и мое место. Может, попробуем расти вместе, дружно? С радостью. Спасибо, что показал мне, Мисси. Мне это было только в радость. Даже не описать, какое счастье было видеть вас вдвоём. Мисси необыкновенная девочка. О, да. Теперь понимаешь. Я могу обернуть чудовищное несчастье в невероятное благо. Но это не значит, что я насылаю эти несчастья. После всего, что я к тебе испытывал, как ты ещё не плюнул на меня? Это называется любовь. Да чего же мало я понимаю в отношениях. Но ты всё равно любишь меня. Мужчины. Такие дураки порой. Бог меня позвал дураком? Раз принял это на свой счёт, значит, неспроста. Освежись, Мак. У нас важный вечер. Никто не скажет, куда мы идём. Смотри вокруг, Маккензи. Не забывай наслаждаться мгновением. Пришли. И всего-то? Для тебя, да. Но сегодня мы покажем долю того, что видим сами. Хорошо. Что это? Ничто. Кто? Папины дети из всех стран, народов, поколений. Что ты зовёшь личностью и чувствами, мы видим, как яркие цвета. Что с ним такое? Чем мы его привлекли? Его привлёк ты. Это же... КОНЕЦ Отец. Мак, прости меня за всё. Я был слеп и не видел тебя. Никого не видел. Да уж. Да. Мне было страшно. Я не знал, что делать. Сынок. Я прощаю тебя. Ты славный отец. Не то, что я. Я так тобой горжусь. Простишь ли ты меня? Увидимся, сынок. Да. Пойдём домой. КОНЕЦ Мак, проснись. Нам пора идти. Папа? Доброе утро, сын. Ты со мной шутки шутишь? А как же? Для сегодняшних дел тебе понадобится отец. Куда мы идём? Скорую видишь. Мы пришли сделать кое-что очень болезненное для тебя. Прошу, не надо. Сын, мы идём к исцелению, которым завершается твоё странствие. И что, мне простить его? Он убил мою дочь. Я бы его придушил. Заставил страдать. Как я страдал. Хочу, чтобы ты заставил. Я знаю. Но он тоже мой сын. Я хочу искупить его вину. Искупить? Гореть ему в аду. Так ты у нас снова судья? Значит, ему это сойдёт с рук? Никому ничего не сходит с рук. Всего есть последствия. То, что он сделал. Ужасно. Я не прошу тебя оправдать его. Я прошу довериться мне вопросу, что правильно и как лучше. А дальше что? Простить не значит стать приятелями. Надо только избавиться от злобы. Мак, боль пожирает тебя изнутри, лишает тебя радости и отравляет твою любовь. Не могу. Ты увяз не потому, что не можешь, а потому, что не хочешь. не нужно всё делать одному. Аминь. Аминь. Я с тобой. Я не знаю, как. Просто скажи вслух. я... я прощаю. Я прощаю тебя. Маккензи, ты большой молодец. Я всё ещё злюсь. Само собой. Боль не уходит в себя сразу. Может, полегчает только, когда ты скажешь этот тысячу раз. Но полегчает. Идём. Идём. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вернем Месси домой. Вернем Месси. 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 Прошу. Спасибо. Маккензи, мы просим тебя кое-что обдумать. Ты можешь остаться с нами или вернуться к Нэну своим детям. Так или иначе, мы обещаем всегда быть с тобой. А как же Мисси? Если останешься, мы будем с ней уже сегодня. Если уйдёшь, то оставишь её. Но это временно. А она чего хочет? Она бы с радостью встретилась сегодня. Но она живёт в мире вечного терпения и не против подождать. Всё здесь было настолько необыкновенным. А дома надо работать. Надо быть хорошим. Любить родных. Не знаю. Так ли важно то, что я делаю? Безусловно. Макк, ты очень важен. И все твои дела тоже. Когда ты любишь, Макк, или прощаешь с каждым добрым поступком, Вселенная меняется к лучшему. Важно всё и не важно, насколько. Тогда я хочу вернуться. Ну что ж. Можно тебя попросить кое о чём для нас? О чём угодно. Ты нужен Кейт. Она винит себя в смерти Мисси. Ты был поглощён собственной виной. Но время убиваться прошло. Когда я вернусь, вы ведь будете рядом. Я всегда была. Я всегда есть. И я всегда буду. Хорошо. Ведь вы мне стали особенно дороги. Я тебя люблю, Макк. КОНЕР 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мак? Мак? Эй. Мак. Привет. Привет, дружище. Ты очнулся. Где? В больнице. А где папа? Я позову врача и родных. Хорошо. Вилли. Она была там. Кто был и где? Надо поговорить с Кейт. Нет. И с Нана. Не вставай. И с Джошем. Надо им сказать. Они здесь. Сиделка пошла за ними, а не в столовой. Что случилось? В тебя врезался 40-тонный грузовик. Вчера? Нет, в пятницу. Сразу как принял мою машину. Не может быть. Я... Я провел выходные в хижине. Мак, ты туда не доехал. Доехал? Я доехал. Я там был. Ладно. Ты еще не совсем пришел в себя. Я видел Бога. Папа просил передать, что ты ему особенно дурак. Мак. Отдыхай. Привет. Ты очнился. Прости. За все. Ничего. Ничего. Поговорим потом, милый. Сейчас отдыхай, ладно? Мне столько надо тебе рассказать. Про озеро. Про папу. Про мисси. Она там была. Я ее видел. Все хорошо. Нет. Нет. Не надо. Ей очень хорошо. Она счастлива. Она прекрасна. Так прекрасна. Привет, чемпион. Сынок. Ты сильный. Спасибо. Оставьте нас. Скейт, на минуту. Да. Спасибо. Привет. Привет. Знаю, между нами дела сейчас не очень. Меня так поглотила моя печаль. Что я не помог тебе справиться с твоей. Прости меня за это. Кейт. Ты не виновата ни в чём. Я... Зачем я только встала в лодке? Я... Посмотри сюда. Не думай о прошлом. Всё будет хорошо. Я знаю, каково нести такую ношу. Я только начинаю учиться, как её сбросить. Надеюсь, мы сможем научиться этому вместе. Неважно, как тебе тяжело. Не надо всё делать одной. Я тебя так люблю. Я тебя тоже люблю. Я так тебя люблю, Кейт. В тот же день Мак рассказал всё Нэн. Я тебе верю. За несколько недель Мак быстро поправился. Мак быстро поправился. Хоть что-нибудь. Наверное, тут решать только вам. Лично я вижу перемены в своём друге. И они меня убеждают. Держи. Вилли сказал, окунь клюёт. Побью его рекорд, даст десятку. Расклюнуть. Для меня удочка есть? Выбирай. А ты хочешь испытать удачу? Попробую. Великая скорбь ушла. Почти каждый день Мак проводит в искренней радости. Он любит сильнее многих, быстро прощает и ещё быстрее просит прощения. Папа! Он снова стал ребёнком. Ура! А может, впервые позволил себе им стать, веря всему и изумляясь. Я бы не удивился тому, что иногда Мак разувается и пробует... ну... а вдруг... Режиссёр Стюарт Хэзелдайн Авторы сценария Джон Фуско, Эндрю Лэнхэм и Дэстин Креттон По роману Уильяма Пола Янга Продюсеры Джилл Неттер Брэд Каммингс Оператор Деклан Куин Художник-постановщик Джозеф Немец Монтаж Уильям Стайнкамп Художники по костюмам Стейси Кабалеро Карин Населла Композитор Аарон Цигман Подбор актёров Дебора Акила Триша Вуд Фильмы снимались Сэм Уортингтон Октавия Спенсер Авраам Авиф Алуш Рада Митчелл Элис Брага Грэм Грин Тим Магро И другие Фильм озвучен на студии Кириллица Текст читали Марина Бакина Антон Савинков Илья Слоневский Инга Сметанина Анастасия Жаркова И Александр Боронов Режиссёр закадрового озвучивания Марина Малышева Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров 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 А.Кулакова